Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Депутатская проверка. Законодатели Кубани прошли по пляжам Анапы. Винные реки, хмельные берега. В Анапе продолжаются проверки законности реализации алкогольной продукции. Внимание, дети! Сотрудники рота ДПС и ГИБДД проверяют всех перевозчиков детских групп. Тяжело в учении и легко в бою. Плановые пожарные учения прошли на базе отдела МВД по городу-курорту Анапа. Сейчас обо всем подробнее. Оснащение пляжей, организацию работы спасательных постов и качество очистки песка проверила межведомственная комиссия. В состав проверяющей делегации вошли представители властей, курорта и депутаты законодательного собрания края. Одно из главных требований ко всем пляжным территориям – безопасность. Пляжи Анапы сегодня проверила рабочая группа законодательного собрания Краснодарского края. В составе делегации депутат из ССК, заместитель председателя комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин, представитель муниципальных властей. Наша задача – посмотреть сегодня в Анапе, прежде всего определиться и с контролирующими органами, и сами для себя посмотреть, какие вопросы не урегулированы, какие, возможно, нужны урегулирования законодателей, прежде всего краевых, дать рекомендации органам местного самоуправления, органам государственной власти, в части, прежде всего, безопасности. Первая точка проверки – центральный пляж нарушений. Замечаний нет. Спасательные и медицинские посты оборудованы по всем нормам. Батуты установлены легально, с разрешительной документацией, а значит, аттракционы безопасны. Нас беспокоит, прежде всего, безопасность на аттракционах, которые работают, насколько эта работа урегулирована законодательно, прежде всего, и насколько необходимо вмешательство нас, как законодательное собрание. Пока впечатление достаточно позитивное по части организации этой работы в городе Анапе. Комиссия проверила пляжи в курортной Анапе, на очереди пляжные территории сельских округов. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края по итогам проверок обсудят вопросы повышения качества услуг, предоставляемых на пляжах обеспечения безопасности, и подготовят постановление ЗСК по безопасности пляжных территорий. В Анапе продолжаются ежедневные проверки торговых точек на предмет соблюдения закона Краснодарского края номер 2980 об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков. Группа специалистов Управления торговли города-курорт Анапа, отдела УВД Анапы и Управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Кубани провели мониторинг торговых точек в районе Джимете. Нарушение закона 2980 выявлено в кафе «Общество с ограниченной ответственностью Олимп». Вино здесь разливается и продается в пластиковых бутылках, что является нарушением. Проверяющие напомнили владельцам кафе и продавцам, что 29 мая 2014 года в закон внесены дополнения. А именно, при розничной продаже алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуары и медовухи, не допускается ее розлив в потребительскую тару. А также запрещается размещение объектов розничной торговли, алкогольной продукции в одном торговом зале с объектами, оказывающими услуги общественного питания. Продавец кафе пытался спорить с проверяющими, но с законом спорить не стоит. Полицейские составили протокол административного нарушения на юридическое лицо. Размер штрафа в данном случае от 50 до 100 тысяч рублей. Проверки торговых точек по соблюдению новых дополнений в краевой закон продолжатся. Мониторинг баз отдыха, автокемпингов, частных пансионатов и гостиниц, проводимый по поручению мэра Анапы, принес результат. На территории курорта рейдовые группы администрации выявили факты пребывания детских групп в местах, для этого не предназначенных. Проблему обсудили на Совете безопасности при главе города-курорта. Проблему и меры ее решения обсудили участники расширенного заседания Совета безопасности при главе Анапы. Подробную информацию о руководителях здравниц в условиях содержания детей представила замглавы Людмила Мурашова. Незаконная по сути деятельность стоящая опасность для здоровья и жизни детей осуществлялась под предлогом проведения турпоходов организации спортивных тренировок. При этом требования пожарной безопасности и соблюдения санитарных норм и правил по большей части организаторы такого подпольного отдыха игнорировали, не говоря уже о том, что уведомления об этой деятельности не получали ни в администрации Анапы, ни в правоохранительных органах. Анапский межрайонный прокурор Максим Злобин сообщил, в суд направлены четыре исковых заявления, причем два из них о запрете деятельности автокемпинга на Пионерском проспекте и частной базы отдыха в Пятихатках. По вине недобросовестных предпринимателей и недосмотру родителей отдых детей испорчен. В настоящее время решается вопрос сначала о переселении маленьких гостей в здравницы, где созданы все условия для их приема, а затем их отправки к месту проживания. Власти регионов, откуда в Анапу прибыли дети, будут поставлены в известность. Контроль за организацией детского отдыха должен быть всесторонним и всеобъемлющим. Еще два исковых заявления направлены в суд с требованием устранить выявленные в ходе проверки нарушения. Мониторинг учреждений санаторно-курортного комплекса, а также частных объектов размещения отдыхающих в Анапе продолжат. К работе по выявлению неучтенных групп детей привлекают волонтеров. Сотрудники молодежных центров города-курорта ежедневно патрулируют пляжи, наблюдают за порядком, но главная задача таких проверок при обнаружении детей, находящихся без присмотра взрослых, выяснить все обстоятельства их отдыха в Анапе. И в продолжение темы организации безопасного детского отдыха в Анапе ужесточены требования к пассажирским перевозкам. К плановым мероприятиям сотрудников рота ДПС и ГИБДД прибавились дополнительные. Бескомпромиссные проверки проходят перевозчики детей. Напомним, 9 июля под Новороссийском автобус, перевозивший детскую группу, попал в ДТП. Госпитализированы были 35 детей, трое сопровождающих и взрослых, и водитель. Анапа – курорт детского и семейного отдыха, и детская безопасность превыше всего. Такую установку сотрудники отдела ГИБДД Анапы получают от Краевого и Федерального управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Название «Пионерский проспект» говорит само за себя. Здесь располагается основная масса детских здравниц, и вахту на дорогах несут круглосуточно сразу несколько патрульных бригад. Проверка автобусов, документов водителя идет принципиально и тщательно. Поблажек не делается никому. Водитель в первую очередь должен пройти медика и механика. Заключенный должен быть договор с любой организацией, которая непосредственно будет проверять его перед выездом на линию. После прохождения медика и механика водители обязаны иметь при себе документы на транспортное средство, водительские документы, страховой полис и диагностическую карту. К перевозчикам детей есть дополнительные требования. Водитель обязан иметь с собой уведомление, а лицо, которое нанимает данные автобуса или своими автобусами, должен сделать заявку сотрудника в отдел ГАИ, подавать заявку на приказ на сопровождение. Сегодня нарушителей не выявлено. Инспекторы делали замечания по незначительным поводам, которые не влекут за собой административные наказания. И к другим темам. Очередное учение провели сотрудники пожарной службы на базе отдела МВД в Анапе. Отработали легенду учений с отличным результатом. Сигнализация сработала четко. Эвакуация находящихся в здании людей началась незамедлительно. А дежурный сигнализировал АЧП по номеру 01. Снандарская 101. С возбирания в помещении. Так начались совместные учения пожарной охраны города-курорта с отделом МВД. Эти учения проводятся ежегодно и предназначены для того, чтобы как можно меньше допустить рисков по пожарам в наших подразделениях. Сложность состоит в том, что у нас здания, в которых усилен режим пропускной, у нас имеется определенная документация, секретная и другая, которую необходимо эвакуировать в первую очередь при пожаре. Поэтому эти учения проводятся именно с той целью, чтобы не допустить несчастных случаев, не допустить того, чтобы информация уйдет из-за того, что сгорят и личные дела, сгорит все, что имеется здесь. Вы знаете, что у нас уголовные дела и так далее. Поэтому проводятся эти учения с этой целью, чтобы не допустить каких-то чрезвычайных ситуаций. Пожарные расчеты прибыли, уложившись в нормативы времени. Несмотря на пробку в это время года на перекрестке улиц Астраханская и Лермонтово, поставленная задача перед пожарными – локализовать место возгорания, проверить здание и, если потребуется, произвести эвакуацию людей, что и было сделано при помощи пожарной лестницы. Было три пожарные расчета. Была подана одна автолестница на спасение пострадавшего с третьего этажа. Было подано три ствола Б на тушение пожара. Приблизительная площадь была около 10 квадратных метров. В общем, учения проведены на отлично. Было все потушено, локализация произошла. По результатам учений, времени и отработанным навыкам сотрудники пожарного отдела и отдела МВД доказали – к чрезвычайным ситуациям готовы. Новости спорта продолжают выпуск. Его имя в списке 19 самых известных волейболистов, сделавших Россию главной страной мирового волейбола. Александр Будько рассказал о победе над сборной Бразилии и о шансах наших волейболистов в предстоящем матче с Бразилией. Почему Бразилия для вас самая принципиальная соперника? Ну, наверное, лет 20 началось противостояние. После того, как, после распада Советского Союза, когда Бразилия набрала ход, она стала самой сильной командой в мире. Наши ребята русские постоянно им проигрывали в финале в 90-х. Все финалы абсолютно в те годы эта команда была просто непобедима. Самым курьезным для болельщиков, для всех, наверное, будет финал Олимпиады в Лондоне, когда команда выиграла в Бразилии 2-0. И до победы в Олимпийских играх им оставалось два мяча. И я думаю, не стоит говорить, что было дальше. Все болельщики, все знают, как повернулась игра. Но это касается не только волейбола, наверное, это спорт. Тем он интересен и красив, что играть нужно до последних мячей, до последнего свистка, до последней секунды. Во всех играх наши ребята, конечно, настраиваются по-особенному. Хотят показать, наверное, какой-то характер наш, чисто русский. Потому что наша команда физически сильнее всех. Всегда так было и всегда, наверное, будет. И физически Бразилия, в том числе. Бразилия же всегда выигрывала с каких-то техническими данными. Не только в волейболе, но и в футболе, во всех их спорте. Команды отличались изумительной какими-то техникой, с мячом. Плюс раскованность их. Она же, наоборот, все время сжатость была. Ну, плюс, конечно, уверенность. Уверенность победителя, который придала им 90-е годы, когда они выигрывали все турниры. Психологически эта команда все время поддавливала. И не только соперника, и судей, и всех. Все старались им подчиняться. Ну, это все поменялось сейчас, я считаю, лично. Сейчас они испытывают небольшой кризис в волейболе. Благодаря чему все-таки удалось сломать бразильцев в финале олимпийских? Благодаря вере. Просто я могу сказать точно, на 100%, что несмотря на то, что команда проигрывала, ребята до конца верили. И, прежде всего, уверенность исходила от тренера. Он, как мог, успокаивал нас, придавал уверенности. Потому что первые две партии у них свои тарелки просто были все. И наоборот же, команда Бразилии уже в третьей партии, когда оставалось несколько мячей, они уже начали немножко по-пижонскому себя вести. Уже посчитали, что победа в кармане. Ну, тоже понять можно, конечно, что уже практически мы стояли на коленях, можно так сказать. Им оставалось всего два мяча. И когда наша команда словила кураж, все поменялось, у них была растерянность, потому что они просто не ожидали такого. 16 июля в пятисетном матче сборная России на старте финала шести мировой лиги победила команду Ирана 3-2. Напомним, следующий матч россияне сыграют с Бразилией. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу 18 июля в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью до 23 градусов тепла. Ветер переменный, преимущественно юго-западного направления. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48323. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова